Парки Аврора, театральная площадь. Для нас всегда была Аврора, это визитная карточка города. Памятник Екатерины также уже в последнее время очень популярен. Получается Аврора, потом Арка, которая там получается в начале Красной. Аврора здесь, Красная улица вся. На улице Краснодара мы вышли с одним вопросом. Какие достопримечательности города вы знаете. Практически каждый житель главным символом краевой столицы назвал кинотеатр Аврора. В мае он отметил свой 50-й день рождения. Правда, полувековой юбилей памятник архитектуры встретил в разобранном состоянии. За строительным забором здание с разбитым фасадом стоит третий год. Сейчас, если не законсервировать, то все обнаженные бетонные конструкции, металлические, они будут корродировать, появится эрозия на стенках. То есть здание придет постепенно в негодность. Официальный статус Авроры на реконструкции. Но ее состояние больше напоминает послевоенный упадок. Незапланированную инспекцию по кинотеатру сегодня устроил губернатор края. Вместе с собой он взял мэра Краснодара. Когда попадаешь за ограждение, понимаешь масштабы разрухи. И внутри, и снаружи все разбито до бетонных оснований и металлической арматуры. При этом среди строительного мусора скромно лежит щит с информацией о сроках реконструкции. Отремонтированный кинотеатр должен был заработать еще в 2015 году. Когда Краснодар освободили от фашистов, было нечто подобное. Но это было в 43-м году. А сейчас в 2017 год. И еще страшнее. Чем мы сегодня от предков наших отличаемся? Тем могли волю в кулак зажимать и делать. А мы сегодня соплим только и говорим о том, что как мы не можем. Я понимаю, что вам это досталось в наследство. Но это не значит, что надо так же продолжать опускать руки и искать, что кто-то придет и сделает. Никто, коллеги, кроме нас, не сделает обруру. Мэр Краснодара Евгений Первышев признает, нынешнее состояние здания хуже, чем до его реконструкции. Подрядчик, который занимался работами, не учитывал сложную конструкцию кинотеатра. И, судя по всему, забыл, что это памятник архитектуры регионального значения. Не может это быть бесследно. Кто-то должен отвечать за тот урон и ущерб, который он приносит сегодня городу или горожанам. Вот не может это все быть безответственно. Мы сейчас предпримем все необходимые меры для того, чтобы прекратить всю историю с тем недобросовестным подрядчиком, который приступил к выполнению этих работ. Я уверен, что есть проект реконструкции. Посмотрите, есть ли в проекте то, что сегодня здесь сделано в кавычках, что сегодня разрушено. Если в проекте этого нет, а сегодня подрядчик сам допустил вот эти разрушения, которые сегодня мы видим, я однозначно даже не требую, а настаиваю, чтобы вы передали все документы правоохранительные органы и по отношению к этому подрядчику, который занимался самодетельностью. Я уверен, если будет состав преступления и умысел, то должно быть возбуждено уголовное дело. Краснодарский кинотеатр «Аврора» – образец раннего модернизма. В нем ничего лишнего. Эстетика дополняется функциональностью. Во времена постройки здания архитектура кинотеатра была поистине уникальной. Огромный летящий козырек служил не только украшением, но и был большой вытяжкой системой вентиляции. В 1963 году на месте, где находился Скифский курган, после раскопок началось строительство первого на Кубани широкоформатного кинотеатра. Спустя четыре года проект архитекторов Евгения Сердюкова и Вячеслава Морозова был воплощен в жизнь. 7 мая в 1967 «Аврора» открыла свои двери. Технология, с помощью которой сделали большие пролеты без опор, для конца 60-х была настоящим экспериментом. А устремленный в небо козырек и стеклянный фасад стали символами эпохи. С ее оттепелью, освоением космоса и надеждой на прогресс. Легендарный кинотеатр, который был на открытках Шаснодара. А сегодня даже стыдно мимо него пройти, не то что подойти к нему. Мы сегодня должны понимать, что «Аврора» должна служить горожанам. И ни о каком коммерческом использовании «Авроры» быть не может. Я еще раз подчеркиваю, здесь не может быть ни бутика, ни дорогого магазина, ни ресторана. Это будет кинотеатр, который принадлежал городу и горожанам. И будет принадлежать. Чтобы восстановить знаменитый кинотеатр после разрушающей реконструкции, потребуется около 600 миллионов рублей. Чтобы выполнить работы по завершению реконструкции объекта, необходимо выполнить две составляющие. Это реконструкция фасадной части, исторической части и выполнение работ по уже внутренней отделке. Будем уже изыскивать финансирование в части того, чтобы завершить реконструкцию данного объекта. Слово «будем» здесь однозначно не подходит. Ровно две недели на алгоритм с пониманием того, конкретными датами и четким пониманием, когда мы сможем, еще раз подчеркиваю, завершить реконструкцию «Аврора». Единственное, что отремонтировали за все три года, это статуя «Авроры» на площади перед кинотеатром. В светлое будущее богиня утренней зари будто всматривается с надеждой. Если сейчас решить вопрос с деньгами на реконструкцию, через два года, обещает мэр Краснодара, кинотеатр вновь откроет свои двери для зрителей. Александр Иванченко, Денис Перец, Денис Москаленко, Мария Крошная, Кубань, 24, Краснодар.